МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу же после школы Варька Кровец собралась поступать в институт. В какой она и сама не знала? Пожалуй, в педагогической, а может быть, в сельскохозяйственной. Там конкурс поменьше. Ну вот, собралась. Да не получилось. Батька помешал. Денег я тебе не копейки. Это он за то, что Варька с одноклассниками к соседу по черешне лазала. Вообще-то, батька у нее добрый. Хорошенько попросила бы, отпустила. Но у Варьки тоже характерец. Не дашь? Сама заработаю. Вот так и попала она в бригаду к малюте. Наверное, не стоит вспоминать, какая у Варьки с Дегтярем неприятность вышла. Так вот, после того случая Дегтярь устроился в клуб контролером. А бригадир предложил Варьке поработать на его быках. Ну что ж, на быках. Так на быках. Цобэ! Цобэ! Держи масок, Анта-Марина. Сегодня Асовский развернулась. Держи масок, Анна-Молочишка. Держи масок, Анна-Молочишка. Таких и осиротить не жалко. Асовский развернулся. Ты добрая! Расходилась. Не придохнуть. Купорос вешаешь? А что? Опять не хватило. Хей! Хей! Постыдился б. Она своя. Значит, теперь штаны сымай. Варь, снидать с нами будешь? Быков отгоню. Хай внизу бродят, там травы полно. Шо-шо, а, блядь! Да, бурьяр в поясе. Двадцать с гаком прошло, а земля никак от войны не отойдет. Опять сало. Это ж ночью целовал крепче. Шо у тебя за мозги? Только рубльт в одну сторону. Санта-Марина больше не буду. Жарко. Вольному воле. Фактин. Что-то в горле дрыншить. Его надо промочить. Вон, хоть весь выдуй. Родниковое. Анекдот расскажу? Пахатный? Нет, Федька цыган вчера вечером рассказывал. Ну, давай. Подали цыганам на обед борщ. Горячущий. А парни идёт. Жирная плёнка сверхплавная. Хватит. Я этот анекдот. Что до революции и чу? Да до Левая ещё не досказал. Анекдот знать ерунда. Его надо уметь рассказать. А ты лжёшь, я... Варя, расскажи что-нибудь. А я не пьющая. Ну, да-да, я сам. Один казак кума цыгана имел. Як уж он к казаку в кумовья попал, Бог его знает. Приходит цыган к гости. Бачит. Казаки кругом макитры расселись, вот як мы примерно, и вареники лопают. А цыган вареники в первый раз побачил. Спрашивай. Шо цевы исте? Седай. Дают ему вилку. А цыган текать испужался. Че я дурный, так и вытрешки исты. Казаки схватили цыгана и давай силком кормить. Шестеро держат, а один кидает. А он распробовал вареники и каже. Стойте, хлопцы, стойте. Хай один держат, а шестеро кидают. Здрасте. О, дедучи. Здорово. Здрасте. Здрасте. Седайте. Дочь Ивана Григорьевича после окончания десятилетки добровольно решила идти под стопам отца. Александр Иванович, агроном. Варвара Ивановна, рядовая колхозница. Ладно. У, дед, у нас с Яковом Михайловичем бюро через час, между прочим. Выдохнется. Раньше таким в церквах причащали. Слыхал, Михайлович? Со свиданец. Варька. Чё? Воды пронеси. Михайлович, когда Сингазету будем выпускать? Болгары скоро приедут, а у нас Сингазет с прошлого года без смены. Некому. Деда моего заставь. Пора уже ему становиться полноценным пенсионером. А что это за полноценность? Ну как же. Газеты выпускать, байки рассказывать, ну и лекции народ читать тоже. Спасибо, внук. Агроном. Обалакаешь, як отсталый колхозник. Слыхал, Михайлович? Вот поэтому мы с председателем и решили, что болгарам хлеб-соль будешь преподносить ты. Ну что, добрым людям можно. Вот сейчас и будет об этом стоять вопрос. А я думала о хищениях. А что, имеются факты? Стёп, давай. А что давать-то? О хищениях. А он у нас беспамятный. Вчера авоську с обедом в винограднике спрятал, а в каком ряду забыл. Не подскажи, я так и ходил бы голодный. Вот вы и расскажите. Он красочный. Ну, Санта-Марина. Я вот тут стояла, а ты вон там. А когда это было? Ночью? Среди бела дня. Утром это было, да. Разыгрывайте, рядовая колхозница. Пошли, Михайлович. Дед, Ади, иди сюда. Держи. Надумали. Одолжи до завтра, Мартынович. Возьми. Владимир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не спишь? На, подавис Варя, шо такое? Ретроспективное Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый вечер! Кормить нечем! Были вишни, да те вышли! Шо случилось? Обокрали нас, Надежда! Шо выкажет? Весь гардероб вычислили! Изберкнижку забрали! Пальто коричневую помощь купили в прошлом году за 180! Взяли! Шо выкажет! Сколько раз говорила! Врежь другой замок! А мой костюм и жерсти помните? Серенький! Тоже? Смешно! Я розочки своими руками кахала! Отморозу берегла! От болезней! Эх! Ну, простительно, вот этому вот! А ты-то! И не стыдно тетку родную разыгрывать? Письмо от Тани пришло! С успехами? Не знаю, Нюсь! Очки разбила! Прочитай! Родненькая мамочка! Передаю тебе привет и наилучшие пожелания в твоей быстротекущей жизни и в твоём здоровье! Как ты и знаешь, живу я в Уликарповича! Хата у него большая, но я всё равно по своей скучаю! Город видела немножко! 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 Всего здесь много! И магазинов, и трамваев тоже! А больше всего людей! В центре нашего виноградного на праздники столько народу не бывает, сколько тут в будний день! В особенности вечером, когда все выходят дышать свежим воздухом! Нюсь! Ну, скажи, хай не дурачиться! Написано так! В институте большой конкурс! По десять человек на место! Вчера был у нас первый экзамен, на котором писал сочинение! А сегодня уже сказали оценки! Дела плохие! Еле-еле получила тройку! Брэшиш! В чёрном по белому! Дела очень хорошие! Дела очень хорошие! Я получила пятёрку! Можешь меня, мамочка, поздравить! И даже профессор, когда зачитывал оценки, сказал, что у меня написано лучше всех! Моя дочка не из тех, что на тройке пасутся! А я непробиваемая! Ответ напишешь? А то она моего почерка не разберёт! Моего тоже! Нюсь! Ну, скажи ей! Можешь! Валерия! Бумагу давайте! А! Так что ж у тебя и бумаги своей нету! Так ей же теперь на гербовой надо! Не! Ну, скажи ты ей что-нибудь! Родное мое дитятко. Получила от тебя письмо, в котором ты пишешь про свою пятерку. Когда я рассказала об этом соседям, то они все были очень рады и довольны. Кравцы тоже очень довольны. Передают тебе приветы большие и прямо говорят, что Танька у тебя молодец и далеко пойдет. А почерк? Курка лапой украще пыши. Та то перо, может, такое. Ой, то делаю-то бы як. Пыши, Варя. Учительницу встретила. Так она тоже желает тебе хорошего устройства. А я желаю тебе, чтобы ты не ковырялась в земле всю жизнь, как мамка твоя родная. А выучилась и среди людей жила. А пухать и по селу не скучай. Нема в них ничего хорошего. Жарище и колхоз от зари до зари. И чтоб так в нем работать, богато ума не треба. И только неумные родители могут пожелать такое детям своим. Больше не приходи. Завидки берут. Ничего, сами напишем. Не безграмотные. Мам, ну перестань. Ну, слышь. Ну, хочешь в артистке, поеду и сдам. Туда все проваливаются, а я сдам. Бог с тобой. Ты шо? Товарищи, товарищи колхозники и колхозницы. Сегодня ожидается прибытие в наш колхоз товарищей болгар. Момент политически ответственный. А у нас непорядки. От партийной организации колхоза получены срочные замечания. Насчет стеной газеты за богатый урожай. С прошлого года визит не обновленная. Попрошу членов редколлегии поднять руки. Будешь прими выдавать. Урожай. Повторяю. Вопрос политический. Бориса, у тебя шо рука отсохла? Голова. Зимой будем молювать. А по-моему, политиково-оспекательная работа... Должна быть на высоте круглый год. Но? Предложение можно? Я не из редколлегии. Вот так. Сам рисуй, все равно в холодке валяешься. Пошли, девчата. Девчата, девчата, девчата. За богатый урожай наш общий голос, а не только мой, девчата. Стойте! У меня тоже информация меньше. Кого касается? Тех. Товарищи, у Варвары Кравчихи тоже информация имеется. Про газету подтверди. У вас какой виноградник? А что? Кустов 20. Я про сорт спрашиваю. Она не написана. Матлен, Изабелла, Шаслы, Трошки. Я знаю. А что? Лет 200 назад жил-был во Франции садовник. Участок у него был маленький и весь виноградом засажен. В нем он и ковырялся с утра до вечера, опыт и всякие дела. Чтоб с небольшого клочка земли снять как можно больше урожай. И вот один раз у него получился виноград. Сладкий-пресладкий и пахущий. И решил тогда садовник подарить эту лозу королю Людовику. Вдруг земли прибавит. Поехал в Париж, на прием пробился. Королю виноград понравился. И повелел тогда этот Людовик французский назвать этот сорт именем самой прекрасной принцессы двора. Вот так и пошел виноград Изабелла. Мадлен тоже в честь принцессы назван. А вот из Москвы диплом пришел. Наш Иван Мартынович Гребенюк посылал туда виноград, который он вывел. Сорт в Москве зарегистрировали и назвали в честь автора Иванной. Сто грамм с него и кружку пива. Давайте поздравим его и пожелаем новых успехов. Ответное слово имеет наш заслуженный звеневой виноградарь Иван Мартынович. Да ладно уж, ладно уж. Роза, я к народному артисту. Молодец. За то, что так успешно придумала мероприятие, от народа тебе большое спасибо. И почетное поручение. Выпустить очередной номер бригадной газеты. Валентина. Гордиться должна. Газета штука тонкая. Ее не всякому можно доверить. Возьмите в кладовке стенд и сюда. Да, не забудьте карандаш и бумагу. В кладовке пылюка, а на мне платье новое. Протрите, Валентина. Протрите, Валентина. Заметки будете перепечатывать. Со всеми на «ты», а с нею выкаете. Да черт его знает. Вот с тобой запросто. А ей в глаза гляну стыну. Мороз до пяток идет. Любовь значит? Сказилась. В любви все возрасты покорны. Не вздумай при девчатах ляпнуть. И у меня так было. В пятом классе учителю влюбилась. Брось. Бачишь? Обновишь. У тебя что по рисованию было? Тройка. Но все равно обновляй. Тоже скажешь. Любовь. Я бывший партизан. Двоих детей имею. А Грещенку автобус нашел, знаете? Ну? Троих бросил. И по сей день не найдут. Так их вешать треба. Униз головою. И хай двигается, пока не захолонит. Тоже небось с пяток начиналось. Да брось тебе говорю. Думай лучше, что на передовицу дать. А может сразу про цену подумаем? Вы эти штучки бросьте. Я на быках до обеда два рубля заработаю. Ты комсомолка? Комсомолка, а рассуждение как у несознательного элемента. Ну тогда и доверять нечего. 80 копеек выпишу. Я повторяю, что на быках до обеда... А шо ты зарядила? На быках, на быках. А ты знаешь, как такой труд оплачивается? По строчкам. Копейка за строчку. Согласна? А за название? За пять строчек посчитаем. Пятак? Угу. Полтинник. Так это ж пять рублей на старые деньги. Тогда нехай старая останется. Не бойся. Сто лет висит. Ты это к чему? Да таких названий давно нет. А я б вам новые придумала. Полтинник. Так это ж пять рублей на старые деньги. А если на киренки, то пять миллионов. Моментом пользуешься. Ну, добре, добре. Обновляй. Только учти. Строчки считаем в напечатанном виде. Стоп, стоп, стоп. Задорней надо. Жизнерадостней. Бодрее. Бодрее. Конечно. И потом рано начинает. Смотрите. Начинать, как только подойдут к этой линии. Поезжай в бригаду Малюту. Она близко. Могут заскочить. Давай. Ну, Степанна, автобус. Рейсовый. Давай, Шурок, давай. На место. Значит, договорились. Только подойду к черте бодро и весело. Бодро и весело. Приготовились. Три, четыре. Внимание. Разрешается оберечивание пассажиров на автобус, следующий по маршруту Виноградный город. Не слишком припучная встреча. Ну, привет. 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 Виноградный город. Зеленя. Озимь. А это пахают? Пашут. Так какой же, дурак, зеленя перепахивает? За такое дело судить треба. А это? Шулика. Да, разве шулики осенью парят? Они над самой землей шастают. Я вас про существо спрашиваю. А я, разве не существо балакаю? Из анекдотов, рассказанных Мартыновичем Бош. Погано. Так это же стен газета, а не забегаловка. Попрошу в конторку, там прохладнее. Здрасте. Угощайтесь. Кисло-сладкие любите? О, жарко сегодня, а. Да, ловко вы меня. По носу щелкнули, рядовая колхозница. Все-таки родной дед мне, неудобно как-то раздувать. Чья затея? Моя. К чужой славе примазывается, Яков Михайлович. Редакция Синой газеты поздравляет семью Петренко с рождением мальчика. 4 кило 100 грамм. Лучше быть не может. Вот это хроника. Молодец, рядовая колхозница. А вы бы до этого не додумались, Яков Михайлович. У вас вода в колодце? В колодце. Думаешь, меня грабишь? Ты у теток своих берешь, у батьки родного. Думаете, раз из бригадирского кармана так постесняюсь? Бери, не гавкай. На сдачу два раза в кино сходишь. Если еще понадоблюсь, к вашим услугам. Сколько волнений, и всё зазря. Почему? Ну, как же? Думали, раз люди из-за границы, так что-то особое. Правда. Они, мабуть, по всей земле душа крестьянская одинакова. Болгары, русские они или из самой Африки. Что с вами? Колись, будто иголка попала. Пусти. Як над падалью. Умрёшь, а после тебя всё так и будет. И земля будет, и подсолнухи, и море, и сорока тарахтеть будет. Страшно. Нет, страшно, когда пустоту оставляешь. А после меня шурка останется, виноград, память останется. Всё равно. Сейчас ты так кажешь потому, что нет у тебя ни винограда своего, ни детишек. А когда народятся, вспомянешь слова мои. Ты на ребятёрка смотреть будешь, як на себя, и сразу страх перед смертью отпадёт. Сейчас тебе, конечно, страшно. Вроде проходит. Ах, мне, Варька, трошки страшно от другого. Не успею засадить и ванны, и вон те бугорки. Земля зазря гуляет, а из-за этой земли столько миллионов полегло. Вся кровь, все войны из-за земли. Сейчас бы её только кахать, на руках носить. Отлегло, влегчало. А хватает в раз якшилом. Ну, пошли. Снежка соной, которые не говорят. Повторяйте. 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 Повторяйте, может быть, чтоб обрака не поднялась. В прошлом году объемлю... Ещик одну прихватил, подсолнухи залезла, намолотила мешок и втащила. Вас довезти? Нет, спасибо. И за компанию спасибо. Только Шурке про это не кажи. Ну, до завтра. КОНЕЦ Лавровый лист кидается вместе с луком и мясом. А зато потом, как откроешь крышку над кастрюлей, так и шибает ароматом в нос. А моя мама лавровый после бросает с укропом, перцем... Ну, и зря твоя мамка. Опять ты про еду завела? Руки вверх! Не оборачиваться! Старшина, без рук вяжите преступников! Награблено имущество машину! Мама... Радёхонька, что дурёхонька! Мама... С Helen... ...сторожным! Сторожным! Едем. Слышный паспорт. Болгарский. Перед последним экзаменом... ...потянула билет, готовиться надо, а я как дура сижу, баллы подсчитываю. Не хочу, а подсчитываю. 10 плюс 5. Вышла отвечать мне бом-бом. Он меня спрашивает, про какую революцию идет речь в романе «Мать». Я отвечаю про социалистическую. Он мне кричит дату назовите, а я про социалистическую. До того довела, что выгнал. Подумала, разыгрываю. А у меня шарики за ролики зашли. Переучила я. Это роман первой социалистического реализма. Ну а ты, Ритка, за какой реализм пострадала? Глупенькая она. Поехала на скрипачку сдавать. Ну зачем, когда можешь играть? Это уж мне простительно. Тут ведь человека не научат резать. А вообще она чокнутая. Сегодня во сне слышу. Ты лигает кто-то. Оказывается, у нее тренаж. И не дала. Два дня не играю и домой не отпускаю. А что, я тут сама сидеть буду? Да. Что теперь делать? В горы подайтесь. Пацанах-то скоро скосит. А в горах? Землянку вырыть и заживете по-партизански до следующего года. Смешешься. А мамка что сейчас делает? Хвалилась, что гусака на плов зарежет. Говорит, такой плов зараблю, аж слюньки покатятся. Ух ты. Слышь, Варька, ты подготовь ее, ну, морально скажи, мол, так и так. Отпусти. Я и так уже два дня гамма не гоняла. Ну, чухай. Правда? Но! Ах! Добрый вечер. Здравствуй. Привет. Радиоузел колхоза Родина продолжает концерт по заявкам. Ездовой Федор Цыганков просит передать музыкальный привет звеньевой Паше Ткаченко. Выполняем его настоятельную просьбу. Как вкусно пахнет. Вот Таньку бы сейчас сюда. Истощала она, наверное, на городских харчах. Письмо получила. Нет. А вы? Она у меня молодец. Каждый день пишет. Третий экзамен тоже на пятерку сдала. И пишет, что профессор сказал, будто бы, что лучше моей Таньки никто экзаменов не сдавал. Дайте почитать. Колынчиха взяла. Что в адресе писать? Хочет ей гроши послать на марлю. А то, говорит, комары заели. Хочет завески сделать, такие, как у меня. Паш, а ты сделала себе завески? Давно уже. А разве здесь нельзя было списать? Что? Адрес. Так я с работы пришла, а руки грязные. А тут колынчиха. Ну, говорю, возьми, а потом принесешь. А когда же вы успели прочесть? Что? Письмо. Так с работы пришла и прочитала. Так ваши руки были грязные. Что ты думаешь, она пристала? Я крепья. Небось, истощала она, как кошка вегетарианская. Где она? Ну, про кого? Где она? За селом. Подсолнух партизанин. Да. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Мамочка! Ну ладно, ну ладно, ладно. Ладно, что ты как на похоронах? Анойда. Варька. Иди отсюда. Вот тут седай-то. Седай. Держи. На. Ишь. Ишь. Жучка щенилась? Успела. Род будешь принимать. А виноград поспел? Ешь и не бурчи. Царенчихин хлопец написал из Одессы, что там можно поступить в механическое училище. Пусть гроши. Автобус завтра в 4 утра. На автостанцию не ходи. За селом остановишь и сядешь, чтоб тебя люди не видали. А ночевать? Две ночи переночевала, одну я к нибудь. Не поеду. Тогда живи здесь. До порога не допущу. Не для того я тебе 10 лет учила. Удавлюсь. Где? На всю степень одной тополи. Хеваша на кладбище. Мамка! Мамочка! Мама! Мамка, родная. Ладно. Раз такое дело, посижу с тобой ночь. Мамка. Мамка. Возвращаясь. Возвращаясь. Мамка. Мамка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Казахстан Казахстан